Всем привет, мои дорогие виноградинки! Вы на канале КишМишПлей, меня зовут Иван, а мы с вами продолжаем прохождение Cyberpunk 2077. В прошлой серии было начало конца, было начало конца, мы начали финальные, финальные миссии в этой игре. Мы скоро двинем в Микоши, я выбрал концовку с Панам. Я выбрал концовку с Панам, я объяснил в прошлой серии, почему я так сделал. Самая лучшая, как на мой взгляд, концовка. Так, поговорить с Митчем. Здорово, здорово, парни. Че, как у вас, Василий, готов, не готов? Ой, да. Выли в Камикадзе. Камикадзе, собрались тут три Камикадзе. Это тот самый? Ну, почти. Мы установили форсаж и тяжелую ракетную установку. О, молодца, молодца. И еще мы уменьшили массу практически на 60%. А че вы сняли с него? Че, двигатель достали? Что за форсаж? Какой форсаж? Стандартный нитро или военный? Ну нет, на стандартном эту крошку не разгоним. То есть военная техника плюс впрыск оксида азота. Говорят, стилеты такое ставят на пикапы, чтобы конвои грабить. Только штука эта очень нестабильная. И казалось бы, разве возможно прокачать таким манером целый панцер? Завтра выпустим этого зверя и своими глазами увидишь. Я думаю, что все чики-бомбони здесь. Все чики-бомбони. О, можно сейчас прячется. А можно сделать пару кругов для тренировки? Надо все-таки обмануть заранее к управлению привыкнуть. Без проблем. Только давай вечером. Нам тут надо еще в паре место подкрутить. А, слушай. Всего в паре. Он, короче, не сказал мне нет, но и сказал да. Он сказал типа, потом, потом. Что за пушка? А что за пушка на крыше? Скорострельная ракетная установка. Калибр 70 миллиметров. Синхронизируется с бортовым компьютером через личный порт. И где вы все это нарыли? Тедди выгреб со свалки. Установка рабочая. Тут все путем. Проблема была в том, что снарядов нет. Но нам повезло. Дакота нам немного достала. Не спрашивай как. Так, ладно. Мы с ним пообщались. Задание выполнили у этого. Пообщаться по нам. Может это, на Василисочке-то прокатимся? Ты же говорила, что на Василисочке. Он стоит готов. Поехали. Ай, ладно. Полетели дальше. Что у нас там? Давай вернемся к нашему делу. Да, да. Возвращайтесь. Мне осталось поговорить с Дакотой. Нам нужно выйти в сеть. Что у меня, кстати, по пушкам? У меня гаубица Сильверхэнда. В кармане как бы. Как бы в кармане. Но как бы надо еще ее попробовать прокачать. Чего мне не хватает для прокачки. Скорее всего, мне не хватает стандартных тех задач. Этих, да? Вот стандартных деталей. Стандартных деталей не хватает. А есть у меня что разобрать? Я уже не помню. Я все продал же, да? Я все продал. Все подчистую просто. Может это разобрать? Не, подожди. Вот это разберу. А, его нельзя разобрать. А вот это разобрать можно. Но. Не хочу. Он говорит, типа прям крутой. Ладно, все. Нет так нет. Нет так нет. Все. Я вряд ли у продавца нету стандартных боеприпасов. Ой, стандартных этих. Стандартных запчастей. Привет, Дакота. Привет, Дакота. Яви. Мы не знакомы. Чамай, брат. Чамай. Чего тебе нужно? Здорово. Мне нужно мощное оборудование для вылазки в сеть. Ну, залезай. Я не понимаю, почему они во льду, в лед заладят, чтобы свыть и в сеть. Там будет зашифрованная борда. Мне надо, чтобы меня не засекли. Аппаратура справится? Он еще спрашивает. Я направляюсь на фронтир, Дакота. У тебя есть все, что нужно, чтобы пробиться на ту сторону. Не бойся пытливых глаз. Так это, поехали. Что? Даже не спрашивай, что... А, надо залезть. Не надо с ней разговаривать, надо залезть просто. Ты не спрашиваешь меня, а я не спрашиваю тебя. Таков секрет долгих отношений, брат. Ну, мне нравится. Все готово. Мне нравится, окей. Можно залезать. Полезли. Так, залезть в ванну. Ванна со льдом. Обожаю. Освежает. Освежает. Я думаю, что то, что нужно по утрам, да? Я все... Здорово, Карл. Помогаешь Дакоте? Нет, сегодня помогаю тебе. Подрубай меня. Готов. Не знаю, сколько это займет. Чтобы не происходило, не пугайся. Ладно. А если ты будешь на грани обнуления? Он по этой грани ходит уже месяц, наверное, если не больше. Сколько там по игре времени прошло? Пару недель. Поехали. Он до сих пор на грани обнуления. Иди по векторам, брат. Иди по векторам. Погнали по векторам. Иди по строчке кода. Я еще могу что-нибудь таки дать такого. Это мы Альт сейчас призывать будем, да? Пошла музыка. Мне так музыка эта нравится просто. Такая атмосфера. Охренеть можно. Альт, привет. Привет, Альт. Ты пришел один. А Джо, нигде? Здесь каждый раз все меняется. Я будто погружаюсь глубже. Ну, наверное, я не помню деталей. Хорошо это или плохо. На самом деле меняется твое восприятие киберпространства. Ты адаптируешься к чистому потоку данных. Готовишься уйти в сеть, да? Умереть? То есть, чем чаще я бываю здесь, тем больше теряю контакт с действительностью. Ты ничего не теряешь. Ты пробуждаешься. В киберпространстве мы выходим. Так, давай тогда побыстрее мы закончим этот сеанс, чтобы вернуться обратно в свои. Альт, значит, ты задвинул его подальше, как досадную помеху. Ой, слушай, Альт, пожалуйста, это жизнь моя. Выбора не было, а я думал, что тебе наплевать на Джонни. О, а я думал, что тебе наплевать на Джонни. Она же говорила, не хочет им общаться. Что он перестал для тебя существовать? Если бы он перестал существовать, говорить с тобой было бы не о чем. Так, давай кое-что проясним. Ты помогаешь мне из-за Джонни, ты хотел бы поговорить только с ним. Я здесь не для того, чтобы обсуждать Джонни. Давай вот первый путь. Надо понимать все точки над «ды», понимаешь? Все точки над «ды». Не за Джонни. И как только его со мной не оказалось, решила сдать назад. Я не сдает назад. В Микоши у меня есть целый интерес. Да? Ну ладно. А то мне показалось, у тебя ко мне какие-то претензии. Наблюдать за вашим взаимодействием было любопытно. Так, а времени у меня осталось... Короче, давай, ближе к делу. Альт, ближе к делу. Нужна твоя помощь. Ты правда считаешь время своей главной проблемой? Ты существуешь или не существуешь? Два состояния, между которыми смерть. Ээээ... Что? К чему она это вообще? Это как посмотреть. Лично я вот вроде как воскрес из мертвых. Теперь вопрос. Что дальше-то? Думаешь, ты обманул смерть? Ведь эта смерть обманул Атида. Ты не здесь, не там. Лишь у Микоши ты начнешь это понимать. Давай сразу проясни, пожалуйста, мне немножко объясни, а то я чуть не понимаю. Если ты всесильный эскин, то, наверное, можешь и это? Ловушки мышления. Ты ищешь простых ответов там, где их просто не существует. Такова иллюзия, лежащая в основе твоего мира. Сейчас ты с готовностью примешь любой ответ, который сочтешь утешительным. Это было бы по-человечески. Со мной случается. В Микоши эти ограничения больше не будут действовать. Там твое восприятие расщепится на величине. Мне Альт больше нравилось, когда она была человеком. Какая-то она сейчас не очень человечная. Там, Микоши, чего мне ждать? Там ты перейдешь границу. И, вероятно, в первый и последний раз ощутишь тяжесть собственного существования. К этому времени никто не бывает готов. А Джонни? Что станет с ним? У меня мало данных, чтобы ответить на этот вопрос. Тогда что мы знаем наверняка? Что Микоши перестанет существовать. А что будет с конструктами? Ты освободишь их? Они интегрируются со мной. Подожди, интегрируются? Это типа она поглотит? Интегрируется с тобой. Да, слушай, поглотит. Я правильно понял. Присвозь. Теперь понятно, зачем ты в это вписалась. Ты хочешь разрушить Микоши, чтобы загрести себе все конструкты. Микоши — это тюрьма. А я дам конструктам возможность стать частью чего-то больше. Она армию собирает, похоже. Джонни вряд ли был бы в восторге. Но Джонни здесь нет, потому что ты хочешь принять решение обиде. Бля, хитрая какая. Хитрая, да? То есть, по сути, сделать тоже не буду. Хитрая. Ну нет, сомневаюсь, что ты будешь говорить с конструктами и спрашивать их мнение. В этом не было бы смысла. Хватит. Ладно, давай к делу. Разговор вышел долгий и непонятный. Ну, спасибо и на этом. Спасибо, хотя бы и на это. Мы его вернули. Карл Щепка! Успокойся. Едва ты подключился, у тебя температура скакнула почти с разом. Начала беситься, как от вируса. Очень слово. Это Альц дело. Что тут произошло? Все это можете выбрасывать, короче, ребята. Ты мне аппаратуру поплачь. У тебя резко возросла активность нейронов. Еще пару секунд и выжгла бы лобную долю. Это все равно, что пулю тебе в башку вогнать. Нормально пообщались, да? В порядке. Идеально все хорошо. Извини за аппаратуру. Дакота, извини. Все зашибись. Все отлично. Пушку в руки и погнали. Щепка. Я там на щепку одну программу записал. Очень важно. Не гоня нас окружает лед. Если его что и пробьет, то мои контроллеры сразу же... Ага, уже пробила. Уже все на щепке. Убери это от меня. Спасибо, Дакота. Не за что. Она прям испугалась. Он приходил искал тебя. Иду. А, это вот... Подожди, подожди, подожди. Я придумал. Знаешь, что я придумал, кстати? Я вот думал, что же сделать мне с этими обычными компонентами. Я понял, что я сейчас куплю на все бабки необычных компонентов. Так, 2 800 давай. А потом, когда мы будем кого-то убивать и поднимать их пушки, я их буду разбирать. И покупать те компоненты. А, уже не хватает, да? Уже не хватает. Давай вот так. Потом проводочков купим. Типа вот так хотя бы. И вот этого купим. На 800. Так. Еще проводочков. Помню, проводочки в прошлый раз прям закончились. И вот так хотя бы. Все, в ноль. Бабки в ноль. Просто ушли в нули. И подожди, у меня появилась идея. У меня же есть еще куча киберплантов, которые валяются просто в кармане. Купишь мне что-нибудь? Купишь у меня что-нибудь? Торговля. Где импланты мои? Мне же эта еда не нужна вся. Правильно? Она и мало стоит. Она еще и мало стоит. Просто очень мало стоит. Вот, модификации. Так, анализатор цели. Это ж я все есть. Вот эти у меня точно есть. Процессор этот. Ай, она стоит какие-то копейки. Ладно, 400 я вырву. Заработал 400. Пойду еще что-нибудь куплю. Пойду чуть-чуть еще куплю. Все, это будет план действия. Мы будем поднимать пушки и вкачивать. Показывай, что у тебя еще есть. Охренеть. Ты посмотри, что у него есть заголовница такая. Ууу, 36 тысяч. Туда можно 6 штук впихнуть. Блин. Я бы хотел, конечно, такую, эту себе штуку забрать. Но я боюсь. Она мне не по карману. Она мне не по карману. Так, давай вот так. И вот этих еще чуть-чуть возьмем. Сколько у меня соточка осталось? Все. Все бабки, скажи. Все деньги с кошельком отдал. Под ноль. Просто под ноль. Ну что, Сол? Речь перед... В наступлении. Залезай. Что мы куда-то едем? Ладно, Ви. Дело очень простое. Мы, все кто тут собрался, у тебя в долгу. И это долг. Да что ли он такого сделал? Но все-таки, несмотря ни на что, ты человек пришлый. Причем и знает сити, считая из другого. Они меня сказали. Пошел нахер. Нужно с этим делать. Да, Сол. Ну, меня выгнать собрались. Досадно, недосмотр. Мы принимаем тебя в семье. А, а, семью привлекаю. Принимаю. Своих семья всегда сделает все. Красиво. Готов. Готов, давай. Так, вы уверены, я не понимаю, что это значит. Да, я Сол. Вы все в этом уверены? А что, похоже на розыгрыш? Я в курсе, что это означает. Я тоже когда-то носил цвета клана, но принять меня вальдекальдо это большой шаг. Просто ответь на вопрос. Ты готов? Да, готов. Я готов. Давай, принимай меня. Ты один из нас. Все, я вальдекальдо. Иху! куртет сдали так я не знаю что сказать спасибо это большая честь вот это говорят помните проще завоевать доверие кобры чем альдекальда хорошо сказано поэтому я понимаю главное что куртечес меня не сняли для вас и для меня надо чтоб куртек с ним не был все теперь я свето клана ношу на самом деле это просто формальность по факту мы уже давно жалко что вы раньше мне не приняли я бы погонял под вашим планету как изволил заметить бобби мечу тоже не говоря по нам да иди ты но вообще сон прав будем честны для тебя моя жизнь была разбита на миллион кусков разбил еще на миллион поменьше я че сделал но иногда это единственный способ сложить все заново сейчас только бы бетчик не подвела ладно слушай семья сегодня мы празднуем но завтра у нас чертовски важный день доделываем что надо и отдых у меня я поплыл уже ты могла бы хоть предупредить и испортить все веселье бечи бечи по нам помнишь штука в голове который убивает меня все путем а куртка тебе как не жмет ты как себя чувствуешь знаешь не хватало мне этого что зря за кочевника игра надо выбирать реплики кочевника начал может потому что в тот момент сама была такая найти эти всякие одинок даже в толпе но здесь здесь я часть чего-то важного это значит что ты на своем месте так спасибо пана меня меня подойду подойду обязательно подойду поговорить у меня здесь есть гардероб правильно так это моя это где мой так зеркало не зеркало подожди слушая в куртке отойти от зеркала изменить внешность извините выражение лица так прикольно так я не знаю что так можно делать как выйти все отойти от зеркала мне нужен мой гардероб где гардероб вот это гардероб нет здесь только тайник здесь нету гардероба до открыт тайник посмотреть зеркало блин подожди а как я выгляжу вообще снаряжение а все куртец на мне отобразился вообще прекрасно так историку стилёвый этот пацанчик то мой куртет круче я хочу своим куртиться пойти он вообще балдежно выглядеть и штаны подходят сюда и причёха подходит мне все нравится мне все нравится отлично вот и не надо перед всю прекрасно так окей тогда надо сейчас пообщаться с надо сейчас пообщаться с панам она куда-то ушла о это можно взять это патроны три четыре коробки да кот у тебя распродажа то у тебя что можно распродажи конец сейчас возьмем жест драматичный никакой драмы голый прагматизм я раздаю товар чтобы побольше клиентов уцелела в завтрашней мясорубке но извини докота что я устрел эту мясорубку но я с удовольствием возьму все что ты мне предлагаешь что он здесь ой хорошо боеприпасы для винтовок это типа перед финальным зарубом не дают нормальное снаряжение да у тебя что здесь есть так но я вроде все забрал так что мне дали у меня же есть пулемет сейчас посмотрим круче ли это моего пулемета defender 559 469 конечно 559 так это мы разбираем значит так дробовик двухстволочка и 475 465 пускай оставим пистолеты это вообще пистолет надо выбросить куда-нибудь я не знаю 262 но пистолет у меня джонни самый мощный окей и я разбираю сейчас чтобы у меня появились эти обычно мачета 526 ну все мачетка оставляем и вот это разберем окей меня появились чтобы вкачать себе элементы появились чтобы вкачать немножко можно крутец вкачать блин давай вкачаем крутец 25 уровень спасибо 25 уровень здесь тоже недоступно 96 не нужно обычных компонентов я в этой майке я сейчас себе еще броню вкачаю тут прям будет серьезная заруба поэтому почему бы не вкачать ну все все вкачал броню вкачал оружие все что мог вкачал поговорить с кочевниками дополнительно под ней присоединиться к панам поготов вон по нам кстати сиди да с кочевниками пойдем пообщаемся с вами надо поговорить с кем можно пообщаться опа где сол я слышал где-то он здесь о солт и все готовым как на завтра все готово не волнуйся все под контролем хорошо до завтра сол постой хочу кое-что между нами прояснить чего ты многое сделал для этой семьи для меня больше чем кто угодно но мне важнее всего клан сол а закончить я также знаю что сейчас может нашу семью уничтожить разлад между мной и панам если мы пойдем разными путями в этот раз аль декальда просто не переживут раскола ты понимаешь к чему я сейчас типа чтобы я по нам не уводил из семьи используешь меня чтобы крепиться и не используешь клан в рейде награбит добыча ты обеспечишь себе расположение панам или я не прав ловко ты чего несешь думаешь я рискнул бы кланом в своих шкурных интересах зачем ты не из тех кто может легко отдать власть над кем власть если завтра нас всех перебьют над пылью и призраками нет ли это не вопрос власти и куртка которую тебе вручили не пустой жест скоро ты поймешь что значит быть частью я не понимаю к чему он ведет к чему ты ведешь сон то есть златы на меня не держишь завтра у нас важный день и деда а он не сказал да или нет ладно пойдем поговорим с кем у нас дополнительно поговорить с мечем пойдем поговорим с мечем а он не наверно сейчас нас прокатиться на василиски давай прокатимся пожар немного ну а у меня что-то спроси лучше не бывает у тебя даже в очередь делу крыльцам я не понял да вот панцир пытаюсь запустить он упирается с как и буду мешать я не знаю не буду мешать ну прокатимся поехали давай поехали залезай жалко без панам надо испытать это давай пожалуйста как не с панам только хорошо я понимаю что второй пилот но типа я не по этой части да я уже еду как все горит зеленым светом хороший знак так куда мы едем обе сказал к востоку от лагеря есть свалка самое место для стрельбы по мишенью поехали теперь проверим на хоккут поправить реально ты давай стреляй по этим ржавым а как не шмальнуть с босс ракетницы вашим я пока только сгалубиться шумлями похоже на то я не скажу что они говорят за шумом выстрелов вообще никогда не слышно техника просто огонь где еще одна . я чуть не вижу еще одну цель а ву спряталась от меды а вот и ракеты пошли все так лучше ракеты хорошие то если ко мне вплотную подойдут можно так топа и вокруг ракетами всех оглушить возвращаемся я ж никого не сбил там или же оказалось не не сбил ради сумма никому не доверю а то сейчас смотри снесут вы палатку здесь так спасибо что их просто проехались потому что и он уже вылезли и хироси тушу все покеда сейчас сейчас не по них поговорим психуешь перед завтрашним да нет я уже никогда не псих он же на войне был а ты не хочешь давай бахнет почему бы и нет повыше бы подкинул еще чтоб вообще не поймал на войне перед первыми боями нас тренировали на контроль стресса рассказать тебе как ну уводили специальный коктейль ускорители анаболики хер знает что там еще было пускали короче это дело по вене биомонитор и сходили с ума ненадолго потом успокаивались и мы тоже никаких нервов просто как зомби шлифбой это вообще идеальные условия для пара десятков командиров сей и спокойно делаешься как там в башке просто что-то щелкает и выжигается то что отвечает за страх так вроде за киберпсихоза время войне еще я тебя умоляю были же массовые случаи киберпсихоза войсках ну были и что то мы шмели тех это парило кибер психов грузили в самолеты и отправляли в клинике на тайване каждый день и новобранцы тоже поступали ежедневно накачивали нас этим говном а мы и рады были деньги аргумент такой не поспоришь войну и здесь конечно да треш но как ты хочешь война всегда реально жесть и завтра мы влезем в нее сами а что у тебя вдруг появились сомнения не очень я не парюсь о том что там будет завтра и тебе не советую меня совсем другое заботит что именно да не важно да говори мы же теперь семья мне можно если честно меня беспокоит что происходит между по нам и солом они делают хорошую мину при плохой игре и надеются что этого хватит но люди то не дураки уже начинается шепот по углам что сол не справлять к чему вообще меня подводит себе на уме что он всех подведет что семье нужны перемены не хочу выглядеть эгоистичным мудаком но надеюсь политические дела в лагере не повлияют на успех операции не повлияют солы по нам одно сделали правильно приняли тебя в план это верное решение теперь никто не бросит тебя в беде тут такое дело по нам прежде всего хочет тебе помочь а сол он во всем видит дополнительные возможности понятно добычу из микоши если дело выгорит и мы разживемся крутой техникой а тарасаки это обеспечит нам отличное путешествие на юг сечешь согласен это успокоит людей и даст солу время со ловкий тип он хорошо знает что делает лишь бы только в этот раз не заигрался ну хватит сплетен на сегодня все о чем мы говорили держи при себе давай отдыхай я еще покопаюсь внутри у этой крошки ясно удачной охоты меч все зафиксировала задание хочу не фиксирует ладно пошел и короче присядем присоединюсь к по нам по готовности знаешь что я только что понял а я снайперку проверял снайперку снайпер очку моего я проверял с новой снайперкой вот с этой 213 не нам надо менять уже тут извини в два раза больше урона прилетает а чё здесь у меня был за прицел она с глушителем была новая без глушителя будет сюда я попробую достану эту винтовку посмотри хоть как может прицел это кстати починю ну ребят выпустите меня немножко пострелять то есть пострелять мне нельзя да не дает о сохранение не дают стрелять знаю что есть есть у меня еще подозрение что немножко немножко но подла под залагала чуть-чуть чуть-чуть подзалагала вот так семью не выбирает дай-ка я попробую перезагружусь и не хотелось бы конечно чтобы просто самый важный момент вот этот под залаг нас подвел бывает иногда бывает в этой игре я и чаще все за кадром это дело на сейчас надо сделать при час проверил проверю винтовку и ломанемся разговаривать уже с по нам будем запускать финальный замес финальный вот этот вот рубилова просто чё так долго грузит обычно по поп прицел остался на месте сказали по херушки тебе и пушка не ладно я пойду к панам с кочевниками разговаривать очень долго прям как со всеми длить слишком длинные диалоги может 20 минут ходить все разговариваем по лагерю где как по нам пройти она наверху где-то сидит там он там наверху сидит сейчас я ее найду сюда так вот же ты здорово ух ты а тут хорошо финальный диалог еще с по нам надо побалакать тебя что-то мучает расскажи мне не ходишь же знаешь я всегда секретик ранее да ничего меня не мучает прекрати панам слушать ты прошлой ночью я не смогла заснуть и сегодня вряд ли удастся это на 48 часов почти без сна надо бы поспать надо бы поспать автор мне нужно вести свой клан на верную смерть по нам все дички бомбой вдруг начал во всем со мной соглашаться я даже не знаю стоит ли мне это рад слушай судя по последнему разговору смещу наверно не стоит я ведь вижу но все равно все уверенно что в случае чего по нам их вытащит конечно ведь кто же еще ну вот ведь вот и чувствуешь ответ лучше этот вариант не надо на нее вешать естественно на плечи и груза погрузил все не ответственность я просто трезво смотрю на ситуацию сал принял все неправильное решение чтобы стать похожим на меня но только я знаю на что я гожусь а на что нет я не могу обещать чудес и боюсь до полусмерти если завтра что-то пойдет не так мы все завтра я буду рядом с тобой чтобы не случилось мы будем вместе и мы справимся я даже не знаю что бы я без тебя делала ты бы сделала все как надо тебе это откуда знать ну ты точно завтра бы не повела свой клан на сара сака и воевать точно бы не повела если я не было да ты не боишься смерти о за тебя я боюсь гораздо больше нормально все где есть обнять вот этот все вот успокоить вот это самый верный вариант ответа я бы с тобой так до утра просидел надо и я ты не представляешь как мне это было нужно я сказал самый верный вариант ответа все заканчиваем диалог о погнал за место ладно пошли уже прям спали на на сал вернулся металлических этих листов что-то него есть новость да к темпочки можно отморозить а прицел все равно никуда не делся да вот это вот то надо оружие достать мне пока оружие достать не дают ограничение небольшое небольшое ограничение не не нравится и не нравится когда меня ограничивает так что мне кстати к новому уровню что я могу себе вкачать мне кажется надо что-то вкачивать вот здесь вот вот 10 надо что-то вкачивать наверно может клинки вкачать немножко скорость атаки клинковым оружием повышается на 10 процентов я просто не знаю насколько я не могу я могу только эти характеристики качать boolein запас здоровья запас выносливости но давай здоровья выносливости это что нам сейчас нужно это то что нам сейчас нужно определенная линия фронта следует за панам называли задание линия фронт как учет учет 60 метров за панам идем вы должны так долго туда идти будем при у них прям очередь на выезд вот красота как бы стояла и смотрела лучше не заставлять их ждать красиво вроде все готовы насколько это возможно такой рейд для многих впервые думаю меч им все разъяснил ну на самом деле это даже хорошо не хотя бы реально боевой опыт появится как уклад что они серьезные задания такие не ходили никогда и все без опыта не мелких я бы только не стал брать а может поставил бы на пулеметы пускай тоже учиться будешь когда-то подрастающее поколение туда чувствую изучать напряжение вы какой классный байк красиво как на мой арч похож и тачка по нам самое первое кто там газу не надо это видеть показывай спасибо показывай у нас чешется план простой у нас две цели первое вот проникнуть в 1 а котауэра и помочь ведь добраться до микоши вторая ухо сколько силы оттуда как можно больше техники это решит наши финансовые проблемы микоши мы можем проникнуть только если сделаем подкоп подвал и 1 а котауэра для этого лучше недалековато ли как бы до 1 а котауэра или и угнать до 3 километра важная информация при помощи дрона я обнаружил несколько чувствительных мест такие какие монет ним через эту долину а через это нападение а вот здесь но действовать все равно надо быстро . входа я можно снять охрану прежде чем они успеют предупредить своих милитер если не успеем вот тогда пригодится боб и его глушил к надо подобраться к их антенне и включить сигнал боже сколько задач блик недвесили это не задержан надеюсь этого времени охренеть 5 или 6 задач быть но что-то там делегируем немножко ли мы все это делать это не форт ног что все-таки на и пользуются услугами мили тех и так что все может быть патрули наверняка будут но у нас дрона тоже есть тэнди будет следить чтобы предупредить нас вовремя ну хорошо да я в принципе понял господи глаз пол и шмаляем до перезарядки а потом перезаряжаемся потом опять шмаляем все остается еще вот и дрона у них они такой глупый контрольный пункт сделать здесь же никто не проедет если надо как они сюда попадают по железке этой тоже тупик то есть они сюда не заезжают вокруг стройки стена наш панцер сможет выбить ворота ворота я думаю сможет это сможет легко пока все неплохо что дальше как не как дрон не болит разобраться с управлением дрон замаскирован этим займутся мечи кэрол запустите буры дорогах подвала марасака тауэр будет для нас открыто окей оттуда vip а нам и я проходим на уровень лабораторий и ищем доступ в микоши а пока будем делать подкоп там можно ждать сюрприз если все пойдет как намечено никто не успеет заметить нашего присутствия если хочешь еще осмотреться пожалуйста не можно выходить я все все что мне нужно видел как выходить вот оцените выходит полетели парк полетели полчаса готовимся полчаса готовимся слишком много это много ты готов поехали конечно пока нет это кому спрашиваешь никто ничего не сказал точно по нам по нам то уверен что все все знают а погоди мы же на василийский поедем точно погнали хотя было бы логичнее василиска посадить скорпиона мечи вот этих всех ну скорпион я помню помню что скорпион как бы мертв но меча тогда он же на таких прям воевал поехал хочу мне не выпускает вот это я понимаю зрелище он все пустил лишь пустыне может быть прекраснее звездного неба над головой вижу вижу еду 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 ребят давайте газуйте я поступ никого не сбить слушай на такой бандуре очень легко носит слушай бачком прям а мы так вообще недалеко оказывают нет о и арт обстрел очень серьезно кстати они как все отлично у нас мы же видим куда ударит ракета нам на к на земле вон подсвечивает на красненькие просто не наезжай все будет я не понял а кто-то помнишь шарахнул как форсаж дать я знаю как назад посреди как форсаж дать я не знаю у меня форсаж заряжен так разъехались парки танки почти попал так себе у них артиллерии если никого вообще не сбила когда мы летим я собью дроны ты займись панциром потушить реально если нет вылезай знаешь самое интересное мы типа на танке просто доехали получается даем и мне неудобно с этой снайперка зеленый прицел это мне нельзя переключить еще оружие отлично зеленый прицел очень неудобенно это вид на самом деле ночью может было бы и хорошо но днем точно нет в обе вариантов нету в обе вариантов нет да его моим за и другое оружие пожалуйста не дает мне другое оружие уже подожди секунда если я попробую прицел этот снять а у меня вообще его даже не отображается в инвентаре поехали короче боби хана да хорош жалко нельзя вылезти получаться А баррикаду надо что, просто проехать? Да. Столько всего здесь валяется, я ничего не заберу из-за этого. Выходим? Система подыхает! Тяга, баллистика, ракеты! Как домино все сыплется! Что-нибудь можешь сделать? Попробую, только я не уверена. Или починю, или это ведро реально на свалку пойдет. Вылезай, помоги нашим. Хорошо. Мы прикроем, только давай скорее! Так, парни, вы немножко подождите, я пойду залутаюсь. Ой, наконец-то дали оружие. Так, я пойду с пистолетом, если что. Ну вот это я заберу. Все, все, все. Перестрелка не началась еще, слышишь? Нету ни одного выстрела. О, вот это возьмем. Ой, хорошо. Пока мусс стреляет, я не вижу. А есть хоть один шанс, что он... Ну, ты понял. Нет одного. Поехали дальше. Мы уже близко. Давай, прострел ставь через стену. Нас сейчас прикончат! Нет-нет-нет, я здесь уже. У меня есть пулемет. Очень даже неплохой, кстати. Ну, не знаю, не уверен, прям про неплохую, но устреляет. У вас все в порядке. Сбросил лучше некуда. Ну что, наш черед. Ви, присмотри за ними. Хорошо. Как это сделать? Наверху должна быть диспетчерская. Откуда можно удаленно управлять ТПК? Я не понял, ты думаешь, что ли? На всякий случай контрольный надо сделать. Никого? Неинтересно даже. Пока неинтересно, как-то слишком просто все. Мы это позабираем. Так, ребят, я уже здесь вас прикрываю. Заходите. Погоди. Есть у меня еще одна идея по поводу этой винтовки. Прокатит, не прокатит, не знаю. Попробуем вот так вот сделать. Прямо на рассак от того. Ну, так-то лучше. Будет время. Да? Да, мне так присыл больше нравится. Придется нас прикрывать. Да, говно вопрос. У нас корсти. Где? И много их. Фи, помоги нам, пожалуйста. Ёбаный на летех прижимает. Черт. Похоже, там направление задано автоматически. И как-то уговоришь его повернуть. Старым обходным маневром. Ты отключи, автопилот. И запусти аварийный режим вручную. Ну, тогда поехали. Я всех просто взорвал. Я просто всех взорвал. Черт, а побыстрее нельзя. Не получится. Не выходим, ребята. Еще. И слева тоже. Кэрол, Мич, кто где там? 27%. Надо этого снять. Наблюдаю еще дроны. На пути в стройке. Ави, на нас летит Ави. Где? Идут на посадку. Сейчас мы здесь... Мы также встретим. Ухай, ухай, оттуда. Ой, 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 вот эта беда. Так, я понял, это беда. Просто полнейшая беда. Уже близко, почти 60%. Ой-ой-ой, меня убивает. Ой-ой-ой, меня убивает. Вообще по полной программе просто. Так, я хоть здесь пролезу. Отлично. Так, что у него по хп осталось. Я не знаю, многое выношу со снайпер-кобей. Мне кажется, здесь нужно другое дело. Здесь нужно, знаешь, что сделать? Пулемет. Доставай, пожалуйста. На гранаты, кстати, он почти не реагирует. Ой, вот это было. Вот это было хорошо. Вот то, что робота не на нас направили, это вообще было как-то стрёмно. Я тебя убью! Все? Ой, хорошо. Я пойду сейчас всех еще залутаю, конечно же. Нас валяются там целые две стопки просто снаряжения. Вот тут вот. Этих удачно встретил. Представляешь, если бы я их так не встретил гранатой? Сейчас будет очень плохо. Кто там? Блядь, приехали две машины, я пропустил их. Все, они разбежались по территории. Придется их сейчас вылавливать. Их по тому. Меня типа пока не замечают, да? Я загорелся. Я загорелся. Я загорелся. Хорошая пушка. Гаубица Сильверхенда это просто тема. Если бы я еще попадал, было бы вообще просто замечательно. Где твой пулемет? Нет, не дает. Хорош. Так, сбросите пулемет, я понял. Подожди, нет. Так, это мы запустили. Это получается, она запустила Василиска, что ли? Часы быстренько, быстренько, ребята. Чуть-чуть полутаешь, чуть-чуть. Самую малость. И мы рванем дальше. Ай, опять подзагорелся немножко. Хотя бы, чтобы было немного разобрать, что. Может быть, получится прокачать еще оружие. Хороший замес получился. Хороший замесик. Все, ты Василиска запустил. Вот это ты умничка. Вот это ты молодец. А что развернула? Подожди, а как он сюда добрался? Как ты сюда доехала на Василиске? Мы присмотрим за мечем и Кэрол, и разберемся со шлюзом. Как она сама еще его починила? Вообще молодец. Ориентир 90 метров. Куда едем? Надо перехватить милитеховские железки. Иначе они двинутся прямо на наших. Ходнее меньше. Черт, Вия. Мы ведь и правда можем вытянуть сюда. Слушайте, мы добрались до льда. Ебаный, блядь, корпорат! У них подкрепление! Как там у вас? Мы справимся. Грус хорошо защищенный крепким пассажирам в грунт. Мы пока соображаем кероскописи в совет. Нам нужно еще время. Мы тоже не дурим маяц. Постарайся. Долго они, смотри, сколько выдерживал. Еще железо. Воу! Вот это сейчас нормально побахнуло. Мич, у тебя все хорошо. Рыванула неплохо, да. Они еще два танка этих пригнали. Не знаю, скафандр или как это еще назвать. Передвижные вот эти вот штуки. Ух ты! Он неплохо выдерживает на себе удар. Давай, добей ты уже его. Кто где остался? Так. Где-то еще двое остались. Что такое? Они рассказывают какие-то плохие новости, да? Какие-то плохие новости, я не губаюсь. Что выходы? Получу уверен. После таких подвигов панцербоев. Все правы. Кэрол, выскай себе остаетесь тут на мосту. Ясно. Мич, пойдешь с нами. Слушаюсь, мэм. Не будем терять время, пошли. Ладно. Не дали, короче, мне выйти по лутации, ну ладно. Окей. Что происходит? Что происходит здесь? Что происходит в игре? Так. Попыт эти погибли, это моя вина. Попыт эти погибли. Это моя вина. И это моя вина. Я их взял на это задание. Понимали, на что ж ты. Все. Ну, кстати, тоже верно. Тоже верно. А если бы ты знала раньше, что будет? Поступило бы так же. Для любого человека из плана. Жалко Василиск. Хорошая техника, а мы сейчас ее просто уничтожим. Солк сказал мне, что какой-то твой друг поможет нам с Микоши. Кто-то снаружи. Не, кто-то внутри. Альф. Кто-то внутри. А кто это? Искин. Это Искин. Дикий. Тебе помогает Искин? Офигеть. Больше я ничему не удивляюсь. Я не знаю, это такая редкость. Да, только она может взломать систему Аросаки. И без нее нам никак не за себя не может. Ну, светомузыка мне в глаза, конечно. Ну, без нее нам точно оттуда не выйти. А ты ей доверяешь этой, Альт? Нет. Да нет. Не доверяю. Тем более выбирать-то не приходит. Вообще не доверяю. Она очень мутная. Просто я очень надеюсь, что она не выкинет какой-нибудь номер. Тебя это напрягает? Я доверяю тебе. Этого хватит. Если ты полагаешься на нее, значит я готова положиться на твой выбор. Все получится. Должно получиться. Мы ведь уже почти у цели. Поговорить с Панам. Задание. Ну, мы вроде как поговорили. Знаешь что? А знаешь что? Знаешь что? Мы приехали Панам. Панам. Знаешь что? А прекрасная возможность нам пока серию закончить. Пока ничего интересного не происходит. А в следующей серии продолжим. Продолжим. В Аросака Тауру как бы это... Долазить. Надеюсь, больше никто не погибнет. Спасибо, что досмотрел до конца. Надеюсь, тебе понравилось. Было интересно. Ставь лайк, комментарий, подписывайся. Следи за моим каналом. Впереди еще много чего интересного. Счастливо тебе. Пока. До свидания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА